Уважаемый Шавкат Мирамонович, уважаемые гости, дорогие друзья. Еще раз, Шавкат Мирамонович, от всего сердца приветствую вас в Азербайджане. Добро пожаловать. Мы очень высоко ценим, что первый государственный визит после избрания президентом Узбекистана вы совершаете в Азербайджан. Мы это высоко ценим, это показатель нашего братства, нашей дружбы и вашего отношения к нашей стране и нашему народу. Братский народ Узбекистана вновь оказал вам большое доверие, вновь по заслугам оценил ваши усилия в деле развития Узбекистана. Под вашим руководством братская страна успешно идет по пути созидания. Я имел возможности лично убедиться неоднократно в тех больших преобразованиях, которые под вашим руководством осуществляются в Узбекистане в деле развитие страны, укреплению потенциала, укрепление обороноспособности, а также повышение авторитета в международных делах. В прошлом году я три раза посещал Узбекистан с государственным визитом и в рамках международных мероприятий, посещал и Ташкент, и Самарканд, и ХИУ и видел, опять же хочу сказать, воочию те преобразования и результаты тех реформ, которые вы осуществляете. Поэтому ваша победа на выборах была совершенно закономерной и братский народ Узбекистана сделал единственный правильный выбор. То, что после выборов вы совершаете первый государственный визит в Азербайджан, еще раз для нас большая честь и вы оказываете нам большое уважение. Сегодня мы в рамках проведенных переговоров обсудили широкий круг вопросов. Ну, одно могу сказать, что наше общение сегодня заняло более трех часов и в рамках встречи ТТТ и в рамках встречи с участием членов делегации были подробнейшим образом проанализированы все те успехи в деле укрепления нашего взаимодействия, а также были обсуждены и определены пути развития будущего наших отношений во всех сферах. Начиная от совместной деятельности на международных площадках, укрепления нашего взаимодействия в рамках членства в международных организациях, заканчивая вопросами энергетики, транспорта, экономического взаимодействия, гуманитарной сферы. Иными словами, мы сегодня в рамках встреч и переговоров определили по существу будущее развития наших отношений. Результаты, которые уже достигнуты, уже говорят о том, что мы идем правильным путем. То, что было сегодня нам доложено членами делегации в рамках того, что мы ожидаем в предстоящие, ну думаю, 2-3 года, говорит о том, что мы подняли отношения между нашими странами на самый высокий уровень. И не случайно, что одним из документов, который был сегодня подписан, это документ о создании высшего межгосударственного совета. Это высокий уровень отношений и индикатор как братских отношений между нашими странами, так и индикатор того, что повестка дня достаточно общей. Подробно проанализировали вопросы, связанные с промышленной кооперацией. В прошлом месяце в Шуше было проведено очередное заседание межправительственной комиссии, которая подробным образом проанализировала весь круг вопросов взаимодействия. Хорошие перспективы в энергетической сфере. Наши энергетические компании тесно взаимодействуют. В транспортно-логистической сфере мы видим увеличение грузопотока, а самое главное увеличение потенциала сотрудничества в этом направлении. Мы сегодня обсуждали вопросы, которые предопределят на многие годы вперед, успешное взаимодействие по всем направлениям. В этом месяце с большим успехом были проведены Дни культуры Узбекистана в Азербайджане. И еще раз азербайджанские зрители могли убедиться в высоком мастерстве и таланте представителей братского народа. Мы договорились, что такого рода мероприятия будут проводиться регулярно, поскольку основой нашего взаимодействия является именно огромный культурный пласт. Братские отношения между нашими народами насчитывают многопековую историю. И на протяжении всего периода дружбы и братства мы всегда были рядом друг с другом и поддерживали друг друга. Завтра мы будем участвовать в открытии школы, которую Шевкат Миромонович по личной инициативе подарил Азербайджану. Это первый дар иностранного государства в деле восстановления Карабаха. И мы очень высоко ценим вот этот жест братства и солидарности и поддержки. Не говоря уже о том, что эта школа на самом деле является, ну я бы сказал, таким дворцом образования. Я в мае, посещая Физули, ознакомился со строительством и воочию увидел масштаб того братского подарка, который Узбекистан нам предоставил. Школа носит имя великого сына узбекского народа Мирзя Улубека. И уверен, что это будет не только очаг образования, но и также еще один центр нашей дружбы и братства. Несколько дней назад, точнее четыре дня назад, первые жители города Физули, бывшие беженцы, вернулись в родные края. И уже в ближайшее время, меньше чем через месяц, дети начнут учиться в школе, которая подарена нашими братьями из Узбекистана. Иными словами, вот даже вот то, о чем я сейчас говорю, говорит о характере наших отношений. Чтобы рассказать обо всех направлениях сотрудничества, которые мы сегодня обсудили, наверное, еще понадобится минимум три часа. Поэтому думаю, что уже в процессе общения, в том числе с представителями прессы, представители наших стран и сегодня и в последующем будут делиться впечатлениями. Ну а также и общественность Азербайджана и Узбекистана увидит результат сегодняшних переговоров в практической реализации проекта. Как в Азербайджане, так и в Узбекистане. И уверен, что совместный инвестиционный фонд, который мы создали некоторое время назад с уставным фондом в 500 миллионов долларов, очень быстро освоит эту сумму и нам надо будет увеличивать уставной капитал. Все это говорит, опять же, о том, что мы идем правильным путем. Все, что президенты наметили, выполняется. И как мы договорились с Шавкатом Романовичем несколько лет назад, мы в регулярном режиме контролируем исполнение всех данных поручений. Это один из залогов успеха. Еще раз, уважаемый Шавкат Романович, хочу вас приветствовать, поблагодарить еще раз, что вы приняли мое приглашение и посещаете Азербайджан. Мы с вами виделись в марте в Баку на саммите движения присоединения до конца года. Я еще планирую посетить Узбекистан. Так что мы будем регулярно встречаться и регулярно информировать общественность наших стран по новых успехам. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемый Ильхом Гейдарович, во-первых, я искренне хочу выразить свою благодарность за приглашение посетить братскую нам страну Азербайджан. Вы правильно отметили, конечно, выбор стратегии нашего политического направления. Азербайджан является нам самым одним из самых близких стран, с которыми у нас отношения вышли совершенно на новый уровень. И мой первый официальный визит я совершаю, потому что мы на самом деле два близкие народа, близкие страны. И наши личные отношения вывели наши отношения на совершенно новый уровень. И сегодня народ и в Узбекистане, и в Азербайджане гордится этим отношением и видит результат наших отношений, результат наших визитов. И внешний политический сектор Узбекистана сегодня направлен на то, чтобы на самом деле насыщить нашу программу. И мы всегда, как близкие соседи, близкие страны, гордимся, радуемся успехами Азербайджана во главе мудрой той политики, которую вы осуществляете. И на самом деле в Узбекистане следят и гордятся авторитетом Азербайджана на международной арене, достижениями Азербайджана на международной арене, достижениями Азербайджана за последние годы вообще во всех направлениях. Так что мы, как близкие соседи, очень радуемся и желаем успехов. И сегодняшний наш визит – это продолжение нашего с вами диалога, неоднократного продолжительных диалогов, которые мы с вами намечаем. И каждая наша встреча, каждая наша переговора, как вы уже отметили, что наше общее видение сегодняшних вызовов, они очень серьезные. И мы находим общие соприкосновения, чтобы как эти вызовы проходили бы с наименьшими потерями для наших экономиков, наименьшими потерями для наших народов, наименьшими потерями в целом для наших регионов тоже. Так что я хочу, пользуясь случаем уважаемых представителей средств массовой информации, то, что Ильхан Гайдарович сказал, на самом деле мы по всем вопросам, я бы вам хотел сказать искренне, очень доверительно, скурпулезно. Вот представители средств массовой информации здесь присутствуют, они знают, что редкими странами мы вот так обсуждаем очень долго, скурпулезно, потому что за каждым нашим словом, за каждым направлением, это и в политике, и в экономической сфере, и в транспортной сфере, гуманитарной составляющей, культурно-гуманитарной составляющей, за нами стоят наши люди, наши народы. Они видят, они стремятся, они радуются. И каждое направление у нас находит очень хорошие, хорошие перспективы. Если было бы время, как Ильхан Гайдарович сказал, мы бы вам о всех проектах рассказали, но я думаю, на самом деле у нас еще будет много встреч, мы будем вам рассказывать, но это очень серьезные проекты обеспечения другого уровня отношений, другого уровня локализации промышленности, другого уровня транспортной логистики, потому что сегодня для нас, для Узбекистана транспортная составляющая вообще в нашей экономике, это очень серьезная составляющая, и мы с ближайшей страной Азербайджаном определяем свое направление, и я думаю, что это единственное правильное решение, если мы все, что сегодня договорились, они будут выполняться, успех будет и для экономики Узбекистана, и для экономики Азербайджана. Конечно, мы не каждой страной, вот то, что Ильхан Гайдарович сказал, вот наш межсовет, который мы это создали, это самый высокий уровень доверия, самый высокий уровень продолжения тех стратегических направлений, о которых мы договорились. Так что я думаю, что я очень удовлетворен моим первым визитом после избрания президентом страны, и я думаю, вот вектор нашего направления, и сегодня народ Узбекистана тоже видит, и они дают нам, конечно, оценку, какую оценку, очень положительную, потому что у нас очень много направлений, и эти все направления, они в соответствии нашей принятой стратегии 2030 года, они вкладываются в эту нашу стратегию. И в этом отношении мы с Ильхан Гайдаровичем очень много, мы по многим дополнительным вопросам приняли неординарные решения, которые будут способствовать ускорять, ускорять те наши направления, ускорять те наши планы. И сегодня Ильхан Гайдарович сказал, я тоже хочу особо, чтобы средства массовой информации знали, что перерыв между днями проведения культуры Узбекистана в Азербайджане, я не хочу цифры говорить, но он очень был такой, довольно-таки большим. Но говорить эту цифру, я думаю, многие вы знаете, но вы знаете, после этого более 200 наших, это представители культуры, искусства, это интеллигенция, после этого совершенно другое настроение у наших людей, культуры, представителей интеллигенции, потому что они видели, насколько за последние годы Азербайджан под руководством Ильхан Гайдаровича развиваются и какие решаются проблемы, и сколько много нашего общего, и сколько много наших исторических корней близки. И вот в этом плане, я думаю, что это начало очень большого всплеска наших гуманитарных, культурно-гуманитарных сотрудничеств. И мы сегодня договорились с Ильхан Гайдаровичем, что мы будем делать на каждый год отдельную программу наших общений. Просто люди должны знать, что в году у нас будет вот такой культурный обмен, вот такой культурный обмен. И я вам хочу сказать, что у нас никогда такого не было транспорта, если в авиации говорят, что в неделе у нас 15 рейсов, а мы договорились еще увеличить. Это о чем говорить? Что это когда мы больше ездим друг к другу, мы познаем, узнаем и встречаемся, и сближаемся. Так что мы эти транспортные вопросы тоже в авиации тоже договорились еще раз увеличить. Так что я еще раз хочу сказать, что я удовлетворен, и мне очень приятно, что мы с Ильхан Гайдаровичем на одной, как говорится, на вашем языке волне, и мы, как всегда, в этот раз тоже жестко договорились и дали нашим членам нашей команды, то есть членам делегации, что контроль будет очень серьезный. Если не будет этого контроля, где-то мы немножко не будем доконтролировать или каждый раз спрашивать таких результатов, которых сегодня у нас не было бы. И на самом деле пройдет немного времени, мы выйдем на совершенно новый качественный уровень во всех направлениях. Так что я еще раз рад с сегодняшней нашей встречи, удовлетворен, и я всем желаю, чтобы нашим азербайджанским друзьям, чтобы больше мы встречались, а наши встречи с уважаемым Ильханом Гайдаровичем, они дадут только положительный эффект наших договоренностей, и они будут решаться. И со своей стороны я хочу сказать, что вот средства массовой информации должны знать, что я с удовольствием всегда принимаю и с удовольствием воспринимаю каждую встречу нашу, потому что результат от этого очень огромный. Пройдет Ильхан Гайдарович немного времени, нам переводчики или уже на двух языках здесь не надо будет говорить. Мы, я думаю, у нас корни одни, и мы будем на общих языках говорить, и друг друга. Я, Ильхан Гайдарович, я вам хочу искать, я его прекрасно понимаю, когда он на азербайджанце говорит, и Ильхан Гайдарович мне говорит, что на узбекском, когда я говорю и выступаю, он сам это говорит, я полностью себя понимаю. Так что это говорит о многом, что мы должны это знать, ценить, любить и продвигать. Катер Ахмаслари.